добрый день ребята поставьте плюсики как нет слышно как я рада вас видеть молодцы сколько народу пришли да вот правильно все записывайте с вами сегодня лилия донскова мне будет помогать михаил булавцев вести семинар по возможностям еще я забуду будешь мне напоминать договорились итак сегодня у нас темы с вами как рекрутировать вконтакте и хочу вас сразу спросить а кто работает вконтакте вконтакте есть страничка хотя бы одна то есть вообще что вы имеете представление что это социальная сеть у кого нет странички вконтакте минус поставьте ну все какие активные молодцы как вы считаете контакт это удобная платформа для рекрутирования я считаю что это очень замечательная платформа она во первых она устроена очень удобно намного функциональной там разные фишки есть единственное что как и везде в любой сцене сети да и там тоже есть и заморозки блокировки вот в отличие от на одноклассников например очень мне нравится контакт там если морозит а там не с не навсегда но редко 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 если вы там в черном списке вас могут заморозить навсегда странички могут даже сразу все снести а в основном морозе сначала началась потом на сутки там на несколько дней на неделю на 2 то есть они делают это поэтапно мне сегодня тоже заморозили страничку я прям чуть-чуть добавляла в друзья видно кто-то нажал что я хулиганин потому что я снова лайки ставила и несколько человек буквально там кто мне понравился мамочки с детишками были такие прикольные девчонки я добавила в друзья вот так приступим я не буду долго задерживаться на том моменте как регистрироваться в контакте я расскажу самые элементарные вещи вот смотрите когда вы начинаете работать в контакте вам нужно создавать в день две странички надо 35 10 2 внутри можно еще две три лучше на двух остановитесь вот смотрите для работы для того чтобы нормально отработать контакте нужно минимум 10 страничек их потом можно будет чуть-чуть добавлять создаете две просто их наполняете интересным контентом вообще ни слова о работе ребята о работе не слова я просто вижу уже есть люди у нас которые буквально вчера зарегистрировались или кто-то сегодня утром и они уже скидывают свои ссылки на регистрацию в рефлейм во первых ни слова о работе ни слова про арифлейм вы обычный человек который зарегистрировался в контакте если это понятно поставьте плюсики что такое интересный контент но это просто вот смотрите у вас есть какие-то свои интересы личные ну давайте напишем у кого какие есть хобби я например совсем недавно начала вышивать крестиком я очень люблю цветы я люблю кататься на велосипеде я люблю животных у меня есть кошка собака рыбки я люблю свою семью ребят у вас какие есть вот вещи любимые которые вам нравятся делать или что-то цветы кулинарии фишка вообще супер саш как ты думаешь сколько людей в интернете тоже любят цветы кулинарии миллионы особенно вконтакте да можно этой темой дал привлечь к себе внимание можно автомобиля саш супер вообще такая тема потрясающая животные музыка обалдеть да то есть то с чем вы наполняете странички ребят тем что вы любите тем что вам самим интересно следующее следующий момент смотрите в контакте модерация идет примерно 5 дней 5 дней вы не активничайте только до добавляете друзей среди наших же ребят вот вы же в чатах есть у нас в чатах да можно туда добавлять оттуда друзей но мы сейчас подробно обо всем разберем рекомендуется заводить странички на реальные номера ребят сколько вы можете добыть реальных номеров я могу подсказать где взять это бабушки дедушки наши которые не сидят в интернете у них нет страничка вы можете взять на прокат у них номер и даже его брать не надо просто вы делаете страничку на бабушки номер бабушки звонить и говорится бабуль тебе там пришли циферки можешь мне продиктовать я так делала 7 страничек на номера родителей у меня мама много симок у папы они звонят то в москву то на украину то туда у них для каждого случая своя сим-карта я у них взяла единственно бывает когда пароли скидывают не цифры английские буквы ой но это весело пока они мне продиктуют пароль я уже знаете полдня пройдет потому что это для них это сложно они не понимают что за буквы все меленько но тем не менее мы это делаем стараясь до заморозки не доводить ну и они уже тоже привыкли им даже весело они как бы участвуют в этом процессе прикольно итак сколько вы можете добыть симок где можно еще симки взять смотрите купить взять где-то по акции бесплатно раздают бывает что симки раздают или продают за копейки найти в вашем городе операторы который проводит какую-то акцию и преследовать его где он где стоят с палатками каждый день можно подходить и брать две-три симки на один паспорт то есть мы так делаем мы используем все возможности которые вот есть космично упоминают тебе бери с собой паспорт когда ездим кататься на велосипедах чтобы если встретим такую халяву чтобы ей обязательно воспользоваться ребята это понятно по поводу симок то есть вы можете попросить их у кого-то погонять да на прокат симка на прокат есть специальные со сервиса и которые дают нам на прокат номер он платный стоит доступно 10 рублей 12 на каких-то 65 ну знаете надо порыться 10 представлен несколько сайтов которые дают возможность оформить бесплатно ну как за символическую плату страничку где-то в разных социальных сетях почему я не очень люблю вот эту штуку дело в том что когда потом восстанавливаешь к страничку то очень трудно получить пароль приходится просто заново номер покупать но это тоже выход если нет симок но это все равно так как бы ну неплохо это неплохой вариант как вы считаете я раньше все время на смс рек использовала чуть его туда же нету сим смс нету я на смс рек или онлайн сим там на реала брала потом просто постепенно мы обновили странички обзавели симками докупили немножечко там для рекламы покупали сим-карты мы этот вопрос решили вы тоже его как-то решите потому что для работы вконтакте вам нужно будет минимум 10 страничек ребят если это понятно поставьте пятерочки если вы заведете три странички эту толку от этого много не будет поехали дальше это не буду даже рассказывать просто если хотите с сайта взять какого-то симку на прокат номер на прокат посмотрите ролики как этим воспользоваться я сейчас разбирать это не буду или вам спонсор поможет можете в чат кинуть клич ребят помогите разобраться в смс рек кто-нибудь вам обязательно поможет многие этим пользуются смотрите что нужно устанавливать с на своих страничках ребят фотографии как вы считаете какие должны быть презентабельные или абы как да я упала сеновал тормозила головой вот реально вот заходишь когда на страничку человека вот какому-то да вот присылает приглашение там дружба я сразу захожу смотрю кто меня приглашает я вижу зачастую что это коллеги но уходить с их странички прямо реально не охота они там не навязывают oriflame не навязывают работу очень много интересного на страничке действительно смотришь там рекомендации разные фишки фильмы интересные то рецептик какой-то да то есть видно что человек живет на этой страничке каждый день добавляет новости он пишет о себе своей семье недавно такую крутую видела страничку тренинг виду извини виду тренинг то есть зашла на страничку девочки вот знаете вот просмотрела ее всю и поняла что я просто потерялся я потерял счет времени настолько была интересная страничка там фотки с детишками вообще так прикольно мне мне очень понравилось я думаю действительно такие странички нужно создавать вот тут пример как раз как не надо делать это вы видите сразу наверху стоит статус что приглашаю на работу и сразу ссылку на свой блог и в ленте то же самое да давайте ко мне на работу читайте подробнее ребят но сначала надо человек заинтересовать собой своей персоной а потом уж приглашать на работу знаете как эффективно работать в интернете как мы это называем когда люди идут на наш бренд брендируем себя то есть продвигаем себя как интересного человека интересующегося развивающегося вот вы например читаете книгу какую-то интересную возьмите и сфоткайте если вы уже немножко прочитали или вот берете книгу фотографируете и кидаете в себе в ленту начинаю читать новый шедевр скоро ждите отзыва буду писать что понравилось надо читать или нет и потом под этим же статусом под этой же записи в комментариях можете писать там в прочитал пол книги вообще крылья выросли супер осознание главная идея для меня сейчас вот такая такая то есть вы делитесь людьми чем чем-то интересным смотрите когда люди наблюдают за вами некоторое время видят что вы живой реальный классный человек он они потом как вы думаете сами попросите к вам на работу конечно попросите даже можете не сомневаться у меня за каталог минимум три регистрации минимум три ребят бывает больше конкретно с личного бренда то есть странички раскручиваю раскручиваю потихонечку фотки разные выкладываю с мероприятий фотографии справок о зарплате справки о зарплате моих партнеров хвалюсь что в моей команде люди начали зарабатывать какие-нибудь фоточки с новыми достижениями которые мы делаем на поздравлялку я делаю скрины и выкладываю тоже в ленту знаете люди смотрят что у нас движуха команда растет там бывает заказ вы фотографирую выкладывает у меня страничка такая живенькая ребят это понятно что нужно делать мы пишем реальное имя фамилию на одной наличной страничке на других страничках надо будет имя фамилию отчество модернизировать по-разному то есть то вы например напишите маркова надежда на другой страничке надежда маркова потом опишите просто надюша маркова наденька маркова наденька то есть вы начинаете по всякому интерпретировать свое имя можете отчество добавить надежда потом отчество маркова или маркова надежда отчество ребят поняли то есть мы все время имя фамилию изменяем чуть-чуть можете дату рождения немножко менять это защита от модераторов потому что если они нападут на ваш след то они могут потом одним легким движением руки просто удалить все странички нам это надо нет поэтому мы немножко с ней от них конспирируемся перекрываемся то есть что мы дальше делаем не надо сразу много добавлять фотографий вы их можете потом понемножечку добавлять но выберете только классные фотки очень приветствуются фотографии семейные с детишками и теперь у меня к вам вопрос ребят кто работает в к вы используете эти рекомендации или как создали один раз и все у вас странички зависли затухли у меня страничек много я вот один раз в неделю я обязательно всех страничках делаю такую работу как самую тяжелую до работу я добавляю новости картинки добавляя фоточки новые то есть пробегаясь по ним статус новый поставлю какой-нибудь то сделаю обновление то есть чтобы в ленте пробежали информации и конечно же я делаю немножечко неправильно потому что вот эти обновления должны быть каждый день хотя бы одну новость чтобы вы в ленте в новостях у всех мелькнули каждый день вы запоминали что ага вот она вот она вот она вот он побежал вот он какой умный вот он какой интересный пост поставил то есть постоянно должна быть тусня у вас на страничке ребят это понятно поставьте плюсики то есть давайте как бы подрезюмируем создаем несколько страничек две в день больше не делаем фотки фильтруем не надо все подряд да делайте нормальные фотографии чтобы интересно было смотреть особенно с детками кстати вчера смотрел саша давыдова твои твою страничку и очень понравилось много фотографий с дочкой но слишком много фотографий цветов то есть вы потерялись то есть цветы рыба я не знаю может ребенок добавлял то есть на рабочих страничках должен быть порядок не надо слишком много добавлять туда разных отвлекающих картинок то есть немножечко о себе о своих хобби и обязательно создаем дневник мы его называем ну это отдельный альбом то есть наш дневник успеха например или мой бизнес в интернете и туда добавляете какие картинки вы можете полазить погуглить на страничках у лидера взять картинки с банкетов с заграничных поездок с чеками вот скрины зарплаты выкладывают многие то есть вы в этот свой альбом добавляете достижения какие вообще есть история успеха маленькие коротенькие то знаете это вообще очень круто прям очень круто люди смотрят и у них все таки немножечко мышление меняется что думают так это наверное все таки реально интересный бизнес так двигаемся дальше вот как накрутить свежую страничку можно нажать группу добавляйся заходите в эту группу и ставите статус здесь ну пишите сообщение принимаю всех друзья добавляйтесь люди начинают добавляться потихонечку к вам друзья это такие люди которые просто помогают друг другу они к вам вы к ним добавитесь то есть взаимопомощь и выручка какая рекомендация если в группе очень много людей то есть там сотни тысяч то ваше сообщение очень быстро убежит то есть не успеют люди его даже заметить добавится к вам как она уже убежит в конец страницы поэтому выбирайте группу где не так много народу да ну добавится вам в принципе нужно за эти пять дней пока страничка проходит модерацию вам нужно набрать примерно трети друзей также скидывайте ссылку в наш скайп чат или вконтакте в чат пишите добавьтесь пожалуйста в друзья страничка ждет друзей все добавляются люди раскручиваются потихонечку и к моменту когда вы начнете со странички работать чтобы там было от 30 человек для чего это нужно сейчас вкратце объясню вот представьте что вам приходит предложение от незнакомого человека дружить вы заходите к нему на страничку а вы там первый вы будете к такому добавляться в друзья первый или второй или третий скорее всего нет то есть если вы смотрите что страничка пустая лента пустая а человеке ничего не заполнено фоток нету и друзей нету вы будете добавляться ребят честно когда страничка лысая пустая вот у меня часто приглашают сына в одноклассниках я смотрю я там 10 человек друзей и одна фотка я думаю да боже что тут делать я не добавляюсь друзья нет конечно никто не ответил да но иногда может быть да что то вас может быть зацепило то есть вас должно что то зацепить и вот когда вы начинаете работать в интернете ребят вы всегда должны поставить себя на место человека которому вы отправляете приглашение которого вы хотите позвать в бизнес вот ставьте себя на его место и задайте себе вопрос а я бы осталась у себя на страничке а я бы захотела добавляться в друзья к этому человеку а я бы стала листать фотографии они действительно интересны этот контент он может заинтересовать то всегда ставим себя на место другого человека договорились потому что это мне кажется самое самое простое если мне нравится я тоже буду в этом участвовать можно выставить таймер с новостями на несколько дней вперед очень удобно это использовать если вы планируете уехать на несколько дней а чтобы о вас не забыли загрузите новости на все странички новости грузим одни и те же то есть не надо изгаляться вот 10 страничек и на 5 дней надо поставить новостей вам всего надо 5 новостей на все странички таймер ставьте одинаковый таймер все умеют выставлять поставьте плюсики или минусы ого правда не умеете таймер выставлять ну вы даете сейчас я себе запишу вы мне напомните в конце я сейчас пока с экрана буду делать и я вам покажу как таймер выставлять так двигаемся дальше тут все понятно да ребят смотрите как мы потом добавляем друзья вот всегда нужно задать параметры то есть вы должны себе нарисовать примерный портрет человека которого вы хотите позвать к себе в команду то есть это его возраст должен быть может быть даже ну как объяснить возраст самое главное с какой стороны вы будете людей приглашать далее мы не приглашаем одних и тех же нужно вести учет то есть заведите себе или в интернете или просто бумажный блокнот где вы будете записывать например первая страничка отвечает за города А, Б, В то есть вы на эту страничку будете добавлять друзей только с городов которые у нас начинаются с буквы А, В или В чтобы не путаться чтобы так не получилось что вы с первой странички приглашаете из Астрахани людей и с пятой из Астрахани и с десятой чтобы люди у нас не повторялись потому что извините у нас как бы лимиты есть на страничках и мы не можем рисковать терять людей просто так потому что мы не аккуратные мы не внимательные это понятно для чего ребят учет чтобы не приглашать одних и тех же приглашаем через поиск можно одновременно работать на нескольких страничках я работаю сразу несколько браузеров открываю это у кого хороший интернет открываю вкладки инкогнито инкогнито все знают где найти поставьте плюсики или минусы инкогнито вкладочки как сделать тут уже более хитренькие грамотные молодцы открываем вкладочки и сразу работаем на нескольких страничках то есть мы уже видим кто там что отвечает если мы переписываемся вот смотрите есть такое ограничение что вконтакте каждые 12 часов можно пригласить до 50 друзей ребят я вам рекомендую лучше делать меньше но с большего количества страниц я например максимум вконтакте на одну страничку в день добавляют 20-30 друзей я лучше лайков побольше поставлю потому что в принципе нам что нужно с вами сделать нам надо привлечь к себе внимание чтобы люди зашли и посмотрели а кто это меня приглашает а кто это мне поставил лайки на фотографии а кто это меня поздравил с днем рождения то есть мы можем разными способами интриговать людей привлекать к себе внимание и обязательно работаем каким образом добавился человек в друзья в друзья вы заходите к нему в друзья и приглашаете его друзей то есть это менее рискованно не будут так сильно морозить то есть когда человек видит вот например меня приглашают друзья Наталья Никонова я захожу смотрю у нас общий друг ну кто например Наталья Григорьева я такая о наверное наши да ну подруга подруги пусть когда вот я вижу что есть общие знакомые я легко принимаю дружбу когда я этого не вижу то я тут более пристально смотрю что это за человек нужен ли он мне в друзьях вообще что он ко мне лезет понятно пятерочки поставьте то есть друзья друзей приглашаем это очень очень удобно вот как добавлять новых друзей тут в принципе просто я думаю вы тоже с этим легко справляетесь то есть мы можем сначала по именам выбирать но я по именам не выбираю сначала по именам четко работала потом начала путаться стала просто выбирать например ставлю Россия ставлю город который на этой страничке должен быть я сначала все города перебираю одну от А например если эта страничка вот у меня отвечает за город АБВ то я ставлю А пока я все пройду потом перехожу к Б потом к В потому что ну чтобы не тратить свои ресурсы не метаться туда-сюда и тщательно перебрать людей возраст тут мы выставляем возраст я меньше 23 я не ставлю никогда от 23 например до 37 я вот такой выбираю ракурс обязательно выбираю женский пол я мужчин не приглашаю в бизнес ребят пробовала работала единственно с досок объявлений можно с мужчинами работать а ВКонтакте мне кажется это вообще беспонтово если только сами попросятся в других социальных сетях как бы эффекта не вижу обязательно ставим галочку чтобы человек был сейчас на сайте если вы эту галочку не поставите то и начинаете приглашать то возможно эти странички давно уже никто не посещает и там человек создал их а сам не бывает опять же вы потратите свой лимит а люди и не увидят что их пригласили в друзья поэтому обязательно галочка сейчас на сайте далее так какие рекомендации ну вот город я вам сказала уже лучше приглашать вручную наверняка вы слышали что есть роботы разные лакоботы ребят честно мы не пользуемся мы занимаемся ручным трудом выбираем людей смотрим чтобы они нам нравились подходили я вот смотрю я выбираю конкретную целевую аудиторию мамочек в декрете выбираю женщин например молодых которые я вижу свежие свадебные фотографии то есть я вижу что это семейные люди они мне подходят я знаю что у них тоже скоро будут детки они может быть уже сейчас задумываются о том чтобы начать строить себе источник дохода через интернет никогда не доводим до лимита то есть приглашаем по чуть-чуть ребят людей лучше меньше но лучше нельзя приглашать вот подряд делать одни и те же действия добавить добавить надо чередовать действия поставьте несколько лайков потом добавьте в друзья кто понравился потом например зайдите на страничку кому-то пролайкайте ленту то есть чередуем действия человеку мы можем писать только после того как он принял заявку к нам в друзья нельзя дожимать то есть отправлять сообщения такие вот дожимающие людям которые не в друзьях или они они удалили ни в коем случае мы таким людям вообще не пишем нельзя провоцировать людей чтобы они нажали спам знаете как бы это сделать не трудно для них а для нас жалко терять страничку на несколько дней и время опять на страничке могут быть люди которые уже готовы к сотрудничеству а вас заморозили например на несколько дней и вы человека потеряли вот у меня были такие случаи один яркий пример у нас в команде есть Наталья разница она поставила мне там пятерочки в статусе и два месяца ждала пока я отвечу представляете я не помню началась у нас тогда переписка или нет но она ждала и дождалась вы знаете а другие люди ждать не будут откуда не знаю откуда вы пропали раз и все и перекрылись что делать если вас все равно заморозили то есть ну да заморозили и заморозили рабочий момент не плачем не убиваемся не надо в чате писать истерики там ой беда катастрофа ничего страшного ребят всех морозить у меня вчера одну страничку заморозили сегодня заморозили как бы да жизнь продолжается надо проанализировать а почему меня морозит первое возможно ваше сообщение которое вы взяли из шаблонов вы забыли его отредактировать может такое быть я например иногда на автомате забываю что надо взять шаблончик его чуть-чуть подкорректировать потому что все же ими пользуются мы всех предупреждаем любые шаблоны какие бы они ни были прекрасны надо взять и немножечко их изменить как изменить можно буквку поменять слова поменять да что там предложение одно какое-нибудь удалить или вторым сообщением его отправить то есть делить крупные сообщения на короткие абзацы далее смотрите если еще какая может быть причина ну не нравится ваша страничка мы обязательно говорим вам ребят все странички нужно сдавать на модерацию кому менеджеру вчера Оксана Григорьева мне скинула штук 10 страничек и я сразу на них на всех увидела одну и ту же ошибку я ей написала и Оксана я надеюсь она исправила эту ошибочку свою ну там даже не ошибка а просто лишнее нужно кое-что было удалить то есть это ни к чему то есть все странички сдаем на модерацию на проверку спонсора вот умничка да то есть уже сама знаешь как надо делать сможешь проверить у своих людей страничку после разморозки шаблончики меняем я рекомендую работать с картинками ребят чем хороши картинки они все-таки картинку если заблокируют то сообщение это не заблокируют вы его можете в другую картинку вставить шаблончик тот же самый использует на другой картинке можно их наделать много разных прикольных вот и еще раз повторяю что очень выгодно приглашать друзей друзей это все-таки дает хороший результат какое должно быть первое сообщение смотрите вот у вас например 10 страничек желательно на все странички чтобы сообщения были разные что-то от себя добавляйте то есть вы можете создать файлики например этот файлик у меня отвечает за эту страничку вот вы открыли ее начинаете с нее работать вы с этого файлика копируете сообщение и вы знаете что это у вас именно создано для этой странички материальчики да сообщение коротенькие лучше писать люди не любят читать длинные огромные тексты да и всегда это должно быть как исходить с точки зрения людей то есть не для себя упрощать работу лучше вы сделаете чуть поменьше но более качественно а думайте о людях потому что ну реально когда ты видишь что это шаблон да с ошибками например там ну обращение идет как женщине а вы отправляете мужчине не исправили то есть сообщение должно быть чистенько ребят но все таки это бизнес это не фигня мигня какая-то да там конторка шарашкина если вы хотите построить хороший серьезный бизнес то относитесь к нему просто изначально с первых дней серьезно он несложный тут легко разобраться в принципе вот любой человек может совершенно абсолютно любой может с этим справиться абсолютно вот мне сегодня кто Олечка писала мне кажется я не справлюсь Оля а ты не загадывай пока ты на первый день сегодня в команде начни разбираться слушай все ходи у тебя где-то первый месяц ребят уходит на то чтобы вникнуть в систему вы думаете мы что ли пришли такие боги тут начали все это делать мы вообще два года учились работать в интернете но мы руки не опускали мы знаем что это очень перспективное занятие поэтому у нас получилось и у вас все получится не надо опускать лапки да как в притче про лягушечек помните которые в молоко попали одна лапки свесила и утонула другая боролась боролась и в результате взбила маслица из сметанки и выпрыгнула из баночки и пошла дальше радоваться жизни будьте всегда как та боевая лягушка очень важно когда вы переписываете с людьми оставляйте интригу не надо в первом или втором сообщении сразу писать что это арифлей вы знаете сначала надо все таки с человеком чуть-чуть пообщаться попереписываться поздавать ему разные вопросы какие например вопросы ну элементарный а вы в интернете вы в компьютере хорошо ориентируетесь а вы сможете выделять 3-4 часа в день для работы то есть все все просто и понятно а какое у вас образование а кто вы по профессии а есть у вас уже какой-то опыт работы в интернете то есть разные вопросики то есть вы делаете подводку то что человек должен понимать что вы его тестируете вы его приглашаете на работу поэтому вы имеете право выбирать ребят вы выбираете людей понимаете то есть если вы научитесь к этому именно так относиться не прогибаться перед каждым ну пожалуйста ну попробуй ну давай мы прям зарегистрируешься глянешь хоть одним глазочком ну не понравится ну бросишь ребят никогда не надо прогибаться как впоется в песне Макаревича да пусть мир прогнется под нас то есть если вы выберете такую позицию в жизни активную лидерскую то так оно и будет и люди будут под вас именно подстраивать и подбираться к вам будут партнеры очень хорошие серьезные каждое сообщение должно заканчиваться вопросом то есть нельзя просто так оборвать ну какой вам пример привести человек например спрашивает сейчас вспомню хоть что-нибудь ну допустим человек у вас что-нибудь спросил а вы ему можно ответить просто на вопрос и все а можно закончить тоже вопросом чтобы продолжить диалог например а вы в этом разбираетесь а вы уже пробовали а вы были когда-то да в сетевом маркетинге человек говорит задает такие вопросы то все время спрашиваете а вы бы хотели узнать больше информации вот я сейчас каким образом стала поступать даже вот во всех социальных сетях вижу где мне стоят там плюсики пятерочки я человек сразу спрашиваю вижу вы сделаете запросы в работе скажите как вам удобнее получить информацию где пообщаться в вайбере или в скайпе все делаем предложение пообщаться где в вайбере или в скайпе пусть человек сам выберет где ему удобней то есть выбор без выбора если человек говорит ой у меня нет скайпа и вайбер и интернет слабенький я говорю я могу вам предложить почитать ну тогда давайте попереписываемся и начинаю общаться кратенькими сообщениями это конечно занимает некоторое время я люблю общаться голосом это просто и понятно когда с человеком поговоришь уже знаешь что от него ждать по голосу уже понятно настрой человека его отношения будет ли он дальше с нами или нет уже даже просто по разговору можно это все вычислить двигаемся дальше так это слайд перепутала что ли так вот как можно завязать переписку с людьми поставьте плюсики вот кто умеет и любит переписываться с людьми например вы видите что человек считает город Якутия там ну какой-то город или Москва вы пишите скажите а вы из Москвы или вы из Якутии да а почему спрашиваете замечательно по имени обращаемся возможно я вам буду полезна я партнер проекта карьера онлайн еще активных амбициозных людей для работы в интернете график гибкий без вложений доход от 15 тысяч рублей и выше вам интересно узнать подробности то есть видите здесь прям круто показано вот четко что вот вот оно завершается вопросиком вам интересно узнать подробности значит человек должен как-то ответить или да или нет ну вот вы начали таким вот образом переписываться легко и просто можете себе как для этого для примера взять сохранить как шаблончик итак дублируем еще раз да подводим итоги сообщения отправляем только друзьям если поставили плюсики а дружбу не приняли ну где плюсики под статусами под нашими картинками кто-то там просит пятерочки семерочки поставить плюсики в комментариях если дружбу не приняли заявочку отменяйте и новую тут же отправляйте с текстом здравствуйте примите меня в друзья я расскажу подробнее о предложении подробнее о работе сообщение коротенькие пишем на каждую страничку свои длинные сообщения даже малочки делим на абзац и отправляем короткими сообщениями если человек вам ответил нет не стоит сильно навязываться вы знаете я иногда человеку предлагаю таким образом поступить что окей сегодня вы говорите нет но это не значит что через какое-то время вы не поменять свою точку зрения я вам предлагаю остаться друзьями вы просто понаблюдаете за мной посмотрите да как как меняется моя жизнь возможно через какое-то время вы передумаете сами да тогда дадите мне знать что вам это стало интересным договорились то есть я всегда говорю договорились опять же завершая вопросиком и не рекомендуется копировать сообщения из уже отправленных то есть берем опять копируем из шаблонов и меняем хотя бы одну-две буковки чтобы робот не сканировал сообщение еще есть такая фишка очень мощная сейчас вспомнила забыла на слайдах отобразить напишите прямо себе что когда вы отправляете какие-то шаблончики проверяйте там не должно быть слова oriflame у контакта аллергия на это слово слово интернет проекта и возможно даже слово работа поэтому мы рекомендуем работать с картинками все таки они не так вот сильно то есть как бы робот их не может отсканировать может заспамить но отсканировать сообщение не может именно в картинках мы можем отобразить что это oriflame что это интернет проект и так далее Сейчас чуть позже покажу вам, какие картинки мы делаем. Какие рабочие моменты могут возникнуть? Первое, что многие интересуются. Вы прям поток идет, всегда расскажите, плюсики, пятерочки ставят. Но они не регистрируются. Ребята, мы можем использовать дожималки три раза максимум. Если странички заморозили, работаем просто поаккуратнее, приглашаем друзей друзей. И пишем мы только друзьям. И людям, которые пишут, что мы знакомы, нам можно так же написать. А вы из Якутии, да? Ну, прикольно. А вот как раз мне нужен там человек. Я там начинаю раскручивать филиалы интернет-магазина. Вам деньги нужны? Хотите, да, знакомиться с условиями работы? Ребята, будьте немножечко пободрее, что ли, как бы это сказать. Пободрее, понаглее, поувереннее в себе. А если спамить сообщение, что делать? Шаблончики редактируем. А лучше всего делаем картинки. Тексты загружаем в картинки. Как делать картинки? У нас есть на сайте образцы. Вот такие вот картинки. Вы можете их сами создавать где угодно, вырезать лишнее. То есть вот здесь примеры моих картин, которые я сама сделала. Вы можете их наделать сколько угодно. Но есть некоторые моменты такие, которые нельзя упустить. Во-первых, картинка не должна быть слишком оляпистая. Текст должен быть акцент на текст, не на картинку. То есть текст должен быть читабельный. Не используйте пёстрых, оляпистых фонов. Лучше просто чёрным по белому. Ребята, для глаза это должно быть удобно, привычно и понятно. И если вы подбираете какие картинки, они должны подходить по смыслу. И они должны быть такие бодрые, вдохновляющие, открытые. То есть вот как здесь на примере показано, то есть это не спиной повёрнутый человек, а лицом, открытый, располагающий. То есть уже через эту картинку вы должны передать настроение, позитив и хорошее состояние. Это понятно? Поставьте пятёрочки. Далее. Мы используем дожималки. Для чего, ребят? Ну, надо показать человеку выгоды. Что мы работаем без вложений, что у нас бесплатное обучение. Многое-многое другое. Можно предложить в дожималке пройти бесплатный пробный такой тест-драйв, я его называю, который длится два месяца. Пройти обучение, погрузиться в эту среду. Может потом делать выводы. Можно ещё написать, что... Ну, вы можете, конечно, думать хоть пять лет, но я могу сказать честно, что наш бизнес зависит от количества людей, заинтересованных, активных людей, которые пришли в нашу команду. И у меня уже прямо сейчас есть заявки на регистрацию. Если вы сейчас заполняете заявку, то эти люди уже пойдут под вас. Я их запишу в ваш интернет-магазин. И вы уже с них будете получать проценты. Мы можем предложить человеку просто пока оформить дисконт. Если продукция нравится, так же в переписке мы выясняем, что нравится, хорошее, позитивное отношение к продукции уже, если оно сформировано, то нет смысла переплачивать консультанта. Можно взять, просто оформить дисконт и начать, да, наблюдать, что будет происходить в проекции, чтобы далеко человека не отпускать. Вот, ребят, чтобы были регистрации, дожимать нужно всех. Есть такая железобетонная статистика, что вот если из 10 людей, которые мы отправляем дожималки, еще 5 регистрируются. Если не отправлять дожималки, то вы этих регистраций не увидите. Ребят, стесняться нечего. Человек сам напросился, сам первый написал, поэтому мы можем с ним работать. Но работать надо очень тонко, технично, ну, не наломать дров, чтобы совсем не морозили. Ну, вот пример дожималки, я тоже ее сделала в картинке. Просто текст скопировала, вставила и добавила мотивационную картинку. Начни уже свой бизнес в конце концов. Да, вот с денежками картинки можно. Так, далее. Какие три основных действия? Смотрите, приглашаем друзей, даем информацию. Регистрируем на официальном сайте. Начинаем вводить человека в команду. То есть обязательно добавляем его в обучение. Ребят, работаем без нарушений. Если вы случайно, да, или конкретно видите, что человек уже зарегистрирован в команду Reflame, то есть он уже у кого-то в параллельной ветке, вам сайт об этом скажет, он просто регистрацию не пропустит. Или если человек вам говорит, а у меня мама зарегистрирована, а я хочу к вам. Ребят, это запрещено. Переподписки людей запрещены законом Российской Федерации. Этого делать нельзя. То есть бежим сразу подальше от этого человека. Что я еще делаю на страничках? Я поздравляю с днем рождения. Незнакомым людям в день можно отправить в личку не более 20 сообщений. И если у меня нет переписок с кем-то, то есть я вижу, что у меня пока новеньких нет людей, то я использую 20 сообщений для того, чтобы поздравить 20 человек с днем рождения. Как это сделать? Смотрите, также мы выбираем люди, выставляем все те же самые критерии по возрасту, полу, чтобы сейчас был на сайте обязательно. А в самом низу дополнительно кнопочка. Нажимаете, выбираем месяц и день. Сегодня, например, май, второе. Значит, я здесь выберу май, циферку 2. И выйдут несколько человек. В каких-то городах выходит из 100 человек именинников сегодня. Вот, я открываю интересные странички, побольше сразу, много-много. Вот нажимаю на имя, правой кнопочкой мышки, открыть новые вкладки. И вот тут наверху открывается море страничек. Но что я все-таки делаю? Я стараюсь людей поздравить в ленту, потому что в ленту нет ограничений. И если там открыт доступ, что можно писать, отправить открыточку. Ребят, отправляем открытку и просто пишем пожелание. С днём рождения, желаю счастья и успехов во всём. Коротенькое, просто поздравление. Ребят, ни слова про работу. Потому что я вот видела некоторые сотрудники, которые работают в интернете. Они пишут, что поздравляю с днём рождения, а потом в конце, например, приглашаю вас доработать в интернете. Вы знаете, как бы начали за здравие, кончились за упокой. Человек радостный такой. Ой, меня с днём рождения кто-то поздравил. Потом, а, это опять вы. Делать этого не надо. Человеку, если интересно, вы его привлечёте уже внимание своим поздравлениям. Правильно? Он зайдёт на вашу страничку. Если вы ему понравитесь, может быть, даже его 150 раз уже кто-то звал, а вы ему понравились, вы не навязывались, вы просто поздравили и ушли спокойненько. Не в друзья не добавляйте, не лезете к нему. Он, может быть, сам нажмёт. Или добавит друзья, или поставит вам плюсики в статусе. Ребята, согласны с этим? Может быть, вы сами такие же люди, которых доставали-доставали в интернете, а потом кто-то, вдруг какой-то человек произвёл на вас позитивное впечатление. Вы говорите, блин, а что я отказываюсь? Дай-ка попробую. Может быть, у него в ленте было что-то интересное, мотивашки разные, которые до вас достучались. Признавайтесь, есть такие, кого доставали-доставали, а потом вы всё-таки на кого-то вот вы конкретно клюнули. Пишите в чате, интересно будет узнать такую нашу статистику. Так, какие советы? Ой, сразу две перелеснулись. Ну, давайте к ним попозже вернёмся. Сейчас вам сделаю показ с экрана. Сначала покажу, какие у нас есть возможности дополнительной работы ВКонтакте. Сейчас я вам открою экран. Настя, запись делаю. Получится классно, нет, ничего не гарантирую. Но запись я всегда включаю, вы же знаете, куда без записи. Я уже по привычке всё подряд записываю. Вы должны сейчас начать видеть мой экран. Поставьте плюсики, если так оно и есть. Видите, отлично. Вот смотрите, это открыта одна из моих страничек ВКонтакте. Вот, у меня тут ничего такого нет. Красота. Тут мои фотки разные, яркие. Тут, смотрите, ни слова о работе. Вот, кстати, если вам интересно, то, в принципе, о работе тут ни слова нет. Есть немножечко, да, тут комментарии. Поздравила вчера с Пасхой. Тут о нашем мероприятии, фотоотчёт с чеками. Вот. А вот тут, кстати, о работе. Кому интересно, ставьте плюсики. Так, дальше, фотоотчёт, как к нам приезжала Даша. Мотивашка. О себе, да. Вот сделали классные фотки. Я очень много фотографируюсь с котиком, с животными. Какая-то маленькая рекомендация. Мне понравилось, я сделала репост. Ну, знаете, сейчас сразу скажу. Вот это называется репост. То есть, если вот сюда мы нажмём, то мы перейдём куда? В группу. Да. Всё, человек перешёл. Ему, например, вот это понравилось. Он нажал, и он с моей странички ушёл в группу приколы. Как вы думаете, он вернётся ко мне на страничку? Скорее всего, нет. Но это вот единственный случай. Мне некогда было копировать много страничек, этих вот картинок. Я себе первый раз в жизни вот сделала репост. Если вы посмотрите мои странички, у меня репостов нету. Единственное, откуда есть репост, это смешанные странички. Я могу, какое-то наше общее событие, если мне лень набирать самой фотки, там писать, я делаю репост с его странички. И всё. Почему? Понятно, люди ушли с вашей странички, назад не вернулись. Зря поработали, да? Мотивашка, мотивашка, опять всякие мотивашки. Где-то должно быть ещё проработать. Вот. Например, проработать. Смотрите. Вот это называется картинка-визитка. Мы вам сможем такие сделать, если вы сами обращаетесь к спонсору. Мы вам их делаем сами своими руками. Это ручной труд очень красивый. С вашей классной фотографией. То есть вставляем вот сюда вот фотку. Тут текст. И внизу призыв, что ставьте три пятёрочки в комментариях, я вам вышлю подробности. И вот видите, тут люди ставят комментарии. Комментариев много. Очень много наших, смотрите. Галя наша, Наташа наша, Руцея наша. То есть иногда, когда я вижу, затухает немножечко. Но если затухла, я беру, копирую эту ссылочку, скидываю в чат и пишу, что у ребят срочно нужны пятёрки. Несколько человек ставят пятёрки, как бы оживает страничка. Люди уже видят, ага, что-то опять пятёрочки. То есть активность какая-то. И люди начинают заинтересоваться и ставят тоже пятёрки. Вот тут я скину мотивашку. Просто хвастаюсь. Новый скрин зарплаты поставила. То есть это вот так вот работает. Тут тоже мой какой-то репостик вначале был. Ну, вот так. Понятно, да? Вот смотрите, когда люди пишут, ставят пятёрочки, что мы им пишем. Давайте посмотрим переписку. Ну вот, например, я девушке отправила. Ирина, здравствуйте, с праздником. Вы интересовались работой в интернете? Как вам удобнее знакомиться с информацией? Написать подробности или пообщаемся по вайберу или скайпу? Пока не ответила, но прочитала. То есть мы видим, что сообщение прочитанное. Вот далее. Здравствуйте, Ива, с праздником. То есть я написала... Девушке написала, что предлагаю пообщаться голосом. И она мне не ответила. Я пишу с праздником. Это было, наверное, вчера или сегодня. Напишите, если не готова общаться, я вам пришлю ссылку на мой сайт. Почитайте подробности о работе. Что скажете? Вот что угодно, ребят, но должен быть в конце вопрос. Или вы согласны? Вот она мне сейчас ответила. Здравствуйте, Ива, с праздником. Да, пришлите, пожалуйста. Конечно же, сейчас пришлем, пожалуйста. Так, что-то пишет Ксения. Меня давно доставали, даже пыталась общаться, но потом уходила. Но потом пришло письмо на почту. Полежало месяца два, но потом все же я решилась. Круто, Ксюша, а кто тебя пригласил в команду? Это я вам сейчас показала, например, переписки. Да, сейчас, естественно, я этой девушке отправлю свой блог, сайт, чтобы она с ним ознакомилась. Ну, после тренинга. Далее, что мы делаем? Мы заходим на страничку, и нам нужно выставить таймер. Да, вы мне написали. О, Леночка Резвинская, классно, повезло тебе со спонсором. Вот смотрите, как мы выставляем таймер с новостями. Вот у нас здесь есть окошечко у каждого из вас. Вот в ленте начинается с такого окошечка. Мы кликаем сюда. И вот тут у нас есть, например, фотографии, видеозапись, другое. На опрос таймер. Вот мы расставим таймер. Выбираем дату. Видите, вышло какого числа. Например, мы ставим на 3 мая. Время, во сколько выйдет новость? Ну, пусть в 9 утра. Пусть будет с утра пораньше. Ну, в 10 почти. Далее, мы прикрепляем сюда фотографию. Какую-то. То есть, мы заранее готовим что-то интересное. Не знаю, что у меня. Как бы так-то не готово. Ну, вот эту, например. Картинку. То есть, они увидят завтра в 10 утра, в 9.50 вот эту картинку. И можно еще что-то написать. То есть, по желанию. Очень классно приветствуется, когда вы ставите какие-то статусы. Здесь пишите. В конце вопрос. Ребят, а у вас как? Или я люблю ездить на велосипеде. Ребят, а кто какими видами спортами занимается? Или я вот сегодня готовлю торт такой-то. Ребята, у кого есть классные рецептики? Например, как быстро приготовить что-то из творога. А то у меня пропадает куча творога. Или из ягоды. То есть, вы начинаете вовлекать людей в переписку. У меня такой прикол. На некоторых страничках я поставила. К своей вот. Начала вышивку новую. Сделали фотку и выставили. И я написала, что, ребята, а вы чем занимаетесь? Какие вы творческие? Похвалитесь. Пишите, кто чем занимается. Я даже не ожидала, что столько людей начнут проявляться. Не просто там пишут в комментариях. В личку скидывают свои работы. Свои поделки, фотки пишут. Делятся с таким удовольствием. Что это, ребята? Ну, это общение, это вовлечение людей. То есть, мы с ними сдруживаемся таким образом. Правильно? Я всем пишу, какие вы молодцы. Да как круто. Да как вы это делаете? То есть, мы начинаем общаться. И реально это привлекает внимание многих людей. Вот именно, ну, кому это интересно. Тоже рукоделие. Опять же, это целевая аудитория. Понятно? Тут мы, например, делаем какую-то надпись. Ну, сейчас не буду на это время тратить. И просто нажимаем в очередь. Следующий берем. Опять же, нажимаем, где у нас таймер. Выставляем, например, что это будет 4 мая. 13.50. Прикрепляем следующую фотографию. Но мы должны заранее подготовить на неделю какие-то новости. Ну, я не знаю, что здесь прикрепить. Вот так, например. Что бы у нас не пропадало для моих друзей. Так, для моих друзей. Пожелание. В очередь. То есть, оно начнет появляться. Ребят, понятно, как таймер работает? Ну, заранее просто надо полазить. Может быть, у лидеров на страничках что-то поискать интересненькое. И наставить в очередь. Да хоть на месяц вперед наставьте. И уже вы не будете париться. У вас будет постоянно обновление идти. То есть, вы один раз посидели, поработали. А потом в течение рабочей недели, если что-то будет появляться еще новенькое, то хуже от этого не будет, если будет в день появляться 2-3 новости мелькать в лентах. То есть, чтобы вы нарисовались, к вам привыкли, вас полюбили и уже начали реагировать. Смотрите, набралось же уже на этой страничке, хотя она не такая уж старенькая, 288 друзей. Друзей добавляю мало, в основном лайки ставлю, с нюхами поздравляю. Ребята, какие вопросы есть еще? По таймеру всем понятно? Пока вы отвечаете вопросики, я покажу, что я делала. Открыла, переписывала с девушкой. Так, сразу написала. Она мне не отвечает. Видите? Хотя был последний вопрос. Я ей отправляю картинку. Загрузить фотки. И у меня есть картинки, они в отдельной папочке прямо уже спрятаны, шаблончики для переписки в картинках. И у меня здесь есть вот дожималочка. Я ей раз эту дожималочку сейчас и отправлю. Что-то почернело, конечно. Вот, закрываю. Вот я просто проверяла, что за люди у меня ставили пятерочку. Сделаю на заказ альбома. Мне нравится. Ой. Мне нравится. Можно полайкать немножечко. Что-то, если что-то интересное. Возвращаемся наверх. Отправить сообщение. Проверяю, переписывалась я или нет. Ага, переписывалась. Ну, не согласна, да, девушка? Все прочитала и молчит. Ну и ладно. Так, далее этот замороженный какой-то. Смотрю, счастлива. Так, был день рождения, а я пропустила. Ну ладно. Салатик. Лайкнули. Открыли фотку, лайкнули. Закрыли. Проверяем, переписывались или нет. Угу. Переписывались, не ответила. Так, где у нас дожималка? Ой. Ой. Какое чувство, что я вышла из сети. Ну ладно. Так, давайте с вами подведем итог. Я смотрю, плюсики поставили немножко. Несколько человек. Какие вопросы, ребят, есть? По этой теме. Может, я что-то забыла? Не знаю. Ну, вроде бы все вам сказала. Наши советы. Успех неизбежен. Если вы меняете свой магазин на интернет-магазин, такой онлайн-модный бутик «Арифлейм». Если вы действия делаете систематические, если вы делаете не менее 500 приглашений в день «Друзья», проявляете инициативу, задаете вопросики, обучаетесь, знаете компанию, продукцию, маркетинг-план. Если вы ставите цель и планируете свой успех, и выделили время для «Арифлейм» минимум 3 часа в день. Дайте себе полгода, год, чтобы достичь успеха. Не думайте, что это прям все свалится на вас, как, говорится, с неба. Нужно действовать каждый день. Так, по вопросикам. Есть ли у меня продуктовая страничка. Вика, как фамилия? Вот, я забыла вам рассказать, как группу создавать ВКонтакте и ссылку на тему, как делать картинки. Оль, есть у нас прям тренинг, каталоги вебинаров можно найти. Сейчас просто под рукой нету, но могу вам скинуть в чате. Могу просить Миши, если найдешь ролик, как делать картинки и тренинг по созданию документов, картинок. Как делать картинки. У нас все это есть на сайте. Доступ к сайту вы получаете после того, как пройдете в школу до конца, и у вас все получится. Викуля, у меня есть продуктовая группа, но я ее не стала раскручивать. Честно, мне на это нет времени просто. У меня очень много заказов от родственников, от знакомых. Мне просто, честно, некогда группой заниматься. Я больше стараюсь выделить время на рекрутинг, на работу с людьми. А так, создать группу несложно. Вот по статистике, сейчас вам расскажу. Вот если создать группу ВКонтакте или в Одноклассниках, однозначно есть правила записывать. Я вам показывать не буду, а у меня эти группы уже миллион до неба. Можно просто запись посмотреть. Так, Миш, ты же не модератор, поэтому твою ссылку сейчас никто не видит. Сейчас я попробую. Сейчас я вам ссылочку продублирую. Ой, не получилось. Давай лучше в чат, Миш. Давайте проговорим по группам. Вот смотрите, первое. Вы создаете группу. Выбираете свой город. И добавляете людей только из этого города. Вам не надо, в принципе, людей из другого города, если вы хотите продуктовую группу, в которой вы сможете продавать продукцию. Договорились? То есть берете, вот, например, вы из города Пермь. Вы берете людей только из Перми добавляются. Конечно, могут попасться люди, которые вроде бы они из Перми, но живут где-то сейчас в другом городе. И уехали жить в Москву или в Питер, или в Саратов. Вот. Но все равно, как бы, меньше вероятно, что попадутся другие люди. Добавляете людей в друзья к себе, потом их приглашаете в группу. Чтобы группу раскрутить, туда нужно каждый день добавлять какие-то интересные посты. Например, в каталоге идет продукция. Ну, сейчас что интересное в каталоге? Капсулы. Да, аква. Аквакапсулы. Всего 199 рублей. Ребят, продукция будет двигаться при условии, если вы начнете пиарить этот продукт. Не лично вы, а если вы будете скидывать ссылку в чат и просить людей, которые уже воспользовались этими капсулами, написать отзыв. То есть вы скидываете ссылку в чат и пишете там. Ребят, кто пробовал тушь 5 в 1, напишите отзыв. Ребят, кто пробовал шампунь и лео, напишите отзыв. Ребят, кто пьет wellness, напишите отзыв, какие у вас результаты. Ребят, я вот всем пишу. Пусть это будет одно-два предложения, но я, если вижу ссылки, я стараюсь по ним пройтись. Я очень редко пропускаю, если у меня, ну, прям вообще катастрофа со временем. То есть в нашем, в общем чате, в успешных людях, я ссылки никогда не пропускаю, стараюсь их все проработать. Далее, смотрите, добавляйте продукцию. Если у вас есть продукция в наличии, например, взяли что-то по акции, например, там берешь две, а цена как у одного. Возьмите одну себе, оставьте, одну выставите в альбом, а есть наличие. Очень круто, когда есть наличие, люди с удовольствием берут. Я даже, как бы, рекомендую тушь 5 в 1, чтобы всегда была в наличии, на нее огромный спрос. Так, выкладывайте все интересные предложения, пиарите распродажу, какие-то акции. А можно, знаете, как сделать, создать такой раздел совместные закупки. Например, в каталоге идет что-то по интересному предложению, по акциям. Ну, как сейчас водички идут, вишневый цвет и сирень. И вы видите, что вот там акцию надо выполнить на 490 рублей, по-моему, взять из каталога продукции, чтобы водичку по акции взять со скидкой. Она выходит всего 340 рублей. Вы можете написать, ребят, кому нужна вода по халяве, там, 340 рублей всего, она акционная. Я акцию выполнила, но у меня, как бы, две воды мне не надо. Я одну себе возьму, одну могу отдать кому-то, кому надо со скидкой. Ребят, вот мы делаем это не в интернете, а просто в реале. Я штук 10 этих водичек вот таким образом продала. То есть, у меня их особо никто не заказывал, так вот, чтобы много. Но зато, когда я говорила, а вы хотите такой парфюм? Мне люди говорят, ну, тут же акцию надо выполнить. Я говорю, да, конечно, акцию надо выполнить, но я-то ее выполнила, и вам по облату могу сделать эту воду со скидкой. Сейчас, подождите, собачка пролается. Вот. Понятно, да? То есть, это можно делать как в интернете, так и просто в реале с людьми, с обычными. Поставьте плюсики, если понятно, как это пиарится. Я вам сейчас пример группы скину своей. Где-то она у меня есть. Вы пока вопросики пишите, не стесняйтесь. У меня даже в этой группе откуда-то люди добавляются. Каждый раз смотрю все больше и больше. Но я, честно, ее вот как бы сделала для семинара. Просто показать, как это работает. А сама ее не раскручиваю. Но я знаю, что вот у нас есть девочка, она в Энгельсе живет, Оля Бальмасова. Она через группу на прям 400 баллов минимум продает продукции. Через группу в Энгельсе. В хорошие месяцы, когда вот праздники были, она 700-800 баллов делала. То есть это Новый год, 8 марта. Она говорит, вообще ажиотаж огромный. Но туда надо и друзей добавить, и родственников, коллег по работе, чтобы писали отзывы. То есть чтобы группка была живая. Тогда она будет приносить результат. Возможно, она не с первого дня принесет результат. Но если каждый день прикладывать усилие, как говорится, бить в одну точку, то результат однозначно будет. Он просто неизбежен. Согласны? Ребят, есть вопросы по группам? А, кстати, такая маленькая рекомендация. Если человек все-таки вам в группе попадется, который живет в другом городе, а не там, где вы ищете себе партнеров, то вы можете ему предложить оформить скидку. Просто вы говорите, окей, да, ну я в Саратове, а ты в Пензе, ничего страшного. А я предлагаю тебе скидку оформить. Ты что-то будешь искать каких-то консультантов и переплачивать им деньги. Смотри, 20% на 1000 заказываешь, 200 экономия. Прикольно? Прикольно. То есть, да, нужно работать активно, быстро. Некогда раскручиваться, раскачиваться. Ребят, надо динамично динамику в свои действия добавить. Везде писать, быть активным, продуктивным, разные методы, переключаться. Например, стали делать лайки, там ставить, друзья добавлять. Зайдите в группу, добавьте два поста новеньких. Картиночки красивые. Также в гугле можно взять, каталога вырезать, вставить. То есть, главное, чтобы это было, как говорится, живенько так. И все-таки лучше работать не страничками для продвижения продукции, а именно группу создавать. И создайте группу и в Одноклассниках, и в ВКонтакте, и дублируйте там и там одинаковые новости. Люди-то у вас там и там разные будут. Поэтому больше вероятно, что пойдет отклик хороший. У нас Маша Скляренко активно через интернет продвигает продукцию. У нее прям очень много заказывают. Уже постоянно клиенты появились. Она очень довольная. Поэтому у вас тоже все получится. Давайте делать рекордные, мощные результаты. И тогда будет всем от этого круто и хорошо. Договорились? Ставим, пожалуйста, обратную связь. Пишем в чате, что вам сегодня понравилось, что особенно было полезным. Что-то новенькое, может быть, услышали. Кто уже работает ВКонтакте, конечно, для вас, наверное, новостей особых не было. Но для людей, которые просто пока гости ВКонтакте, я думаю, для вас все было новым. Надеюсь, запись посмотрите. Да, ничего сложного, Олечка. Вообще бизнес элементарный. Надо выполнять правила 4П. Пользоваться продукцией, показывать каталоги. Проходить обучение, то есть посещать обучение. И учиться приглашать людей. Все, освоите вот эти элементарные вещи. И Бог вам в помощь, все получится. Потому что у всех получается. Просто у кого-то чуть быстрее, у кого-то чуть медленнее. А результат будет однозначно. Спасибо вам огромное за внимание. До встречи. Вечером я вас жду с гостями, с новичками. На обучение в бизнес-школу в 21 час по московскому времени. Всего доброго. Пока-пока. Пока-пока.